Следующая тема, это визит на Генассамблею ООН президента Украины Владимира Зеленского. Состоялось его выступление в Генассамблее, это, если я не ошибаюсь, уже третье, 19, 20, 21 год. Он выглядел довольно-таки уверенно, и я прослушал от начала до конца, 22 минуты. Создалось такое впечатление, что Зеленский сейчас начинает быть похожим по своей риторике на Петра Порошенко, и это не может не радовать, с одной стороны, но с другой стороны, когда задумываешься, анализируешь бэкграунд какой-то Зеленского, то его и отличает от Петра Порошенко, что эффективный политик, мне кажется, он не просто приезжает и говорит какие-то пламенные речи, он изначально делает какие-то шаги для того, чтобы весомые аргументы привести на Генассамблею ООН, чего не скажешь, конечно же, о Зеленском, к сожалению, потому что, ну я думаю, те люди, которые там присутствовали, им странно было слышать, что от Зеленского какие-то упреки в сторону ООН после того, когда он говорил о том, что я хочу заглянуть в глаза Путину и так далее. Как вы считаете, как мир воспринимает сейчас Зеленского, это такая интересная тема, потому что мы здесь находимся как бы внутри, мы варимся в этом всем, а важно, мы понимаем, как воспринимали Порошенко, мы это помним, да, и вот сейчас важно понимать, как воспринимают Зеленского, и в итоге, что мы из этого получим, получим ли мы результат, да, результат по деоккупации территории Украины? Ну, во-первых, Зеленский и не пытается ничего деоккупировать, его задача это игра на внутреннем поле, и он для игры на внутреннем поле использует все международные площадки. Мы помним прекрасную постановку с привезенными статистами обновления структуры Украины на 270 миллиардов долларов. Это вообще, ну, это такой пузырь информационный, такая высосанная тема из пальца, неподготовленная, необработанная. И вот этот спич Зеленского с трибуны ООН, он ведь не адресован, на самом деле, партнерам, хотя там есть, ну, эки-воки определенные в адрес, ну, действительно, союзников Украины. На самом деле, это спич для внутреннего употребления, и это очень четко прочитывается. Ведь говорить, начать спич из Шефира и истории Шефира, это признаться в том, что ты демонтировал государство, ты убивал государство, и теперь государство терпит во главе с тобой серьезные удары и серьезные поражения. Это выглядит глупо, честно говоря. Потому что, во-первых, насколько я понял перед визитом в ООН, влияние на формирование повестки дня Денассамблей Украины просто было очень узкое. Хотя партнеров наших там очень много. Даже тех подписантов Крымской платформы. Дальше упреки в адрес ООН. Это просто, ну, Кулеба. Кулеба это такой, ну, я бы сказал, имитатор деятельности. Мне кажется, что ему больше платят, чтобы он ничего не делал, потому что все больше и больше непрофессиональных действий на международных площадках. И мне кажется, что, ну, вот этот непрофессионализм, с одной стороны, это попытка продать Путину свой непрофессионализм, ну, как слабое государство, которое лучше удерживать его в главе с Зеленским, потому что это слабое и манипулируемое государство, но Зеленский на него легко влиять, поэтому надо попытаться его сохранить. Вот мне кажется, что как раз сейчас начал реализоваться вот этот сценарий максимально долгого сидения на должности. Ну, и мне кажется, что даже с трибуны ООН вот этот переход на русский язык и цитирование Путина, это как раз еще и, ну, такой сигнал Путину, что... Дяденька, оставьте меня с портфельчиком президента Украины, не трогайте меня, потому что вернется Порошенко, и он просто, ну, атакует и выгонит из Донбасса ваши войска. Примерно так. Кстати, ну, вот эта логика на удержание, она как раз еще и связана с постоянной манипуляцией с социологическими данными. И это уже особенно последние полгода, это, ну, просто так четко видно. Ведь провальный визит в США сразу же социологи карманные и банковые попытались выдать как, ну, очень успешное, и что позволило вернуться рейтинг, ну, там больше 30%. Это же высосано с пальца вообще тема. Тем более, что люди, которые просто перепуганы зимой, тарифами, высокими ценами на продовольство, на продукты, они просто, ну, не видят этих международных успехов, потому что их действительно нет. Кулеба, вот многие обратили внимание, что Кулеба сидел не рядом, как это всегда предполагает, в принципе, протокол, да, на таких значимых событиях, как Генассамблея ООН. Рядом на месте Кулеба сидел Ермак, ну, а сам Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, почему-то сидел сзади, за спиной Зеленского. Что это? То есть это такая близость к Ермаку первого лица, когда невозможно расстаться даже на, там, пять или шесть часов заседания ООН? Ну, выглядит вообще, как, ну, такое тотальное кураторство. Ермак, я думаю, постарался, в отличие от Богдана, создать теплую ванну для Зеленского. Зеленский же ленивый, как Чоп, он работать не может, он устает, он психует, он пытается все контролировать, а он многих вещей просто, ну, скажем так, его горизонт осмысления не позволяет ему учитывать большого числа данных. И он пытается как-то это, ну, монтировать определенную логику, что стоит ему больших нервов и, ну, скажем так, психических расстройств. Поэтому, я думаю, Ермак как раз пытается вот этот клиент-сервис сохранять. Он пытается быть таким восьмируким шивой, который сам все контролирует, сам все принимает решения, сам ставит фоксимиле, и только по самым таким вопросам, которые, ну, относятся к непосредственному личному участию Зеленского, подходит уже с определенным таким, ну, аккуратностью и личным участием Зеленского. А все, что можно отсечь на этапе подготовки, мне кажется, он этими занимается. Поэтому и такой тотальный контроль, все, порядка дня от адженды и заканчивая самыми глупыми информационными бросами.